Ну хорошо, но только ты будешь говорить выше. То есть я говорю, кто я, ты говоришь, кто ты. Я говорю, что мы женаты, а ты унижаешь меня. Меня зовут Паша, мне 32 года. Меня зовут Саша, мне 33 года. Мы женаты уже 5 лет. И я выше Паши на 12 сантиметров. Мой рост 1,87 м. У меня... О! 1,75 я назвала, что у тебя? А почему 1,75? 1,76? Ну он всегда мне говорит, что 1,75 с половиной. И поэтому, ну, половина это такая странная вещь. Она когда ко мне подходит, я немножко скукоживаюсь. Да, поэтому я вообще думаю, что может быть 1,60. Первое, то что я помню, это мы работали в одной компании. Она только пришла в нее. Была какая-то презентация. И пришла она и ее коллега. И я всю презентацию смотрел на Сашу, потому что она была очень необычная. И, естественно, мне ее рост зацепил, что ли. Смотрел на меня такими глазами, и я подумала, боже мой, какой это взгляд. Все девушки, с которыми я встречался, были ниже меня, либо почти моего роста. Но выше никогда не было. Может быть, из-за этого ты там как бы мне смотрел на меня по-особому. И мне казалось, что вот, привлекает. И мне казалось, что я вот особенная. Ну, это да, это не поспоришь. Про рост я не думала вообще. Ни при встрече, ни потом. Проблем с моим ростом я никогда не встречала. Я встречаю очень много других проблем. Все взрослые, когда меня встречали, говорили, Ой, ты такая высокая, это так здорово. И я с моего детства думала о том, что это реально здорово. Я занималась легкой атлетикой, и моя тренер очень гордилась моим ростом. Я даже грустила, что я остановилась на метр восьмидесяти семи сантиметрах. И я мечтала, что я однажды вырасту до двух ноль шести. Вот такая цифра у меня была. И я выйду такая на стадион. И все такие, оу, какой классный рост. Поэтому все, что связано с ростом, у меня скорее такое, что типа, О, классно, я высокая, это замечательно. У меня высокие мужчины. Дедушка высокий, папа 2 метра, дяди 1,94 метра, 1,96 метра. Я первый ее невысокий мужчина. Да, а все женщины, все так называемые среднестатистического женского роста. Я смущался нашей разницы в росте. И самое яркое, наверное, впечатление, когда мы еще не встречались, но уже активно общались, был корпоратив. Саша пришла в ярком красном платье на каблуках. И она была ростом по 2 метра. Метра 95 у меня было. Общаемся там, там музыка гремит. И она так наклонилась, как кран надо мной. Мое лицо, если оно выпрямляется, прямо напротив груди. И я вижу на заднем фоне стоит друг-приколист. И он мне с знаком такой, типа, показывает. Ну, это напоминало о том, что у нас вот такая разница в росте. И я, получается, только пока до уровня груди достаю. Меня смущали наши отношения. Но потом поразмышлял о своей жизни. Понял, что у меня есть чувства к ней. Когда есть чувства, все уже. Не рост, не какие-то другие отличия. Как, например, то, что я младше на целый год. Потому что, когда у меня были сомнения, все шло в ход. То есть, и то, что она выше, и то, что она меня немножко старше. Куча стереотипов этих в голову лезло. Потом это стало вообще незначимым. Буквально вчера мы спросили напрямую родителей, как раз маму Паши, о том, что не было ли у них каких-то определенных предубеждений в этом плане. И она там что-то захихикала и как бы ушла от ответа. То есть, напрямую никто никогда не говорит про рост. Ну, в мои родители в плане роста никаких таких вопросов не было. Говорится, семья разноростная. Ты пошутишь про одного, и фактически какая-то как доминоцепная реакция. Фактически шутка про всех остальных. И вроде не так смешно издеваться. Теща меня ниже, и она меня спасала. Вот, было немножко дискомфортно ходить за руку. Потому что надо было научиться. Потому что, когда одного роста, ну, за руку взялся и все. Вот. А когда выше, у нее рука получается выше, и приходится немножко вот так вот отклоняться, чтобы, ну, рука твоя была более такая... Длинная. Более параллельная земля. И если кружечка очень высоко, вот, то просто зовешь жену, и она достает. Удобнее стало. Ты же очень... Вообще, на самом деле, Паша очень старается, ну, угодить мне с моим ростом. То есть вот он подбирает мебель, чтобы она соответствовала именно под мой рост. Там, чтобы стол был соответствующий тоже моему росту, чтобы мне было удобно за ним готовить, сидеть. То есть все вот в этом плане, такая вот забота проявляется, забота. И, наверное, самое вот, что интересно, мы машину, когда выбирали, вот, самое главное, я об этом только постоянно об этом думал. Просто берешь жену, и поскольку маленький ребенок, она сзади сидит с ним, берешь жену, машину потенциальную, садишь на задний ряд, и удобно или нет. То есть единственный, наверное, критерий был для машины, чтобы у нее вмещались ноги. Это тоже, ну, как бы хочется иногда детку побаловать. Вот, приходишь в магазин, а там повезет, если хоть одна, там, обувь ей подойдет. Но это вот, вот эту именно бери, потому что есть такой размер. Мне от каблуков точно не приходилось отказываться. Ну, я люблю каблуки, потому что они делают красивую ногу. Кажется, не имеют никакого вообще значения от того, что я стану, там, метр девяносто три, а не метр восемьдесят семь. Как бы, какая разница? Меня, честно говоря, каблуки немного смущают, потому что она, когда их одевает, улетает куда-то в стратосферу, мы на разных уровнях абсолютно находимся, даже особо не пообщаешься, там, где-то в тумане, вот. К нам один раз заходил председатель, и мы проверяли тягу. Я говорю, что давайте я подержу листочек, потому что там вентиляция очень высоко. И Паша, посмотрел в него, и сказал, что, ну, вот для такого момента я, собственно, Сашу и выбрал, чтобы держать листочек возле вентиляции. Он всегда подчеркивает, что вот у меня тут есть, как бы, такая вот жена, мне нужно ее вмещать в различные пространства. Ну, я это больше с гордостью, то есть я по поводу и без повода иногда за собой наблюдаю, что у меня жена выше меня, вот. У нас дочка, ее зовут Полина, и ей четыре с половиной года. Да, она замечает, что у нас есть разница в росте, но для нее сейчас самый большой идеал – это мама. Поэтому она хочет быть во всем, вот, как мама. Она говорит мне иногда, я хочу быть такой же большой, как мама. Буквально пару дней назад, когда прочитали вопросы, впервые в моей жизни мне прилетела «Эй, коротышка!» В плане шуток про рост, мне, наверное, никогда они не обижали. Гуляет мама с ребенком, и она говорит, вот, я тебе говорю, ешь кашу, вырастишь таким же высоким, как эта тетя. Это вот, наверное, самый яркий случай, который я помню, когда Саша вот невероятно обиделась, семилетний мальчик. Когда он ко мне обращался, он говорил, «Паша, а твоя мама будет там или еще что-то?» Как бы меня воспринимает, как ее сына, вот. Дети спрашивают о том, кто самый главный в семье. Они спрашивают, «А ты главная в семье?» Я говорю, «А почему ты так думаешь?» Он говорит, «Ну, ты же выше, выше, чем он!» Естественно, спорить труднее. Вот, потому что, ну, надо вверх смотреть, это уже немножко слабая позиция. Моя модель поведения, она или попытка выстроить какие-то равные отношения, или все-таки подчиняться. И у меня такая же. Либо выстроить равные отношения, либо подчиняться. Так и живем. Вопрос в том, что я, как мужчина, должен там покрупнее быть, там, и свою хрупкую девушку там оберегать каким-то образом. Вот иногда, конечно, это возникает. Но возникает именно в плане вот этой вот ревности, что вдруг она, имея такую малюпаську у себя под крылом, захочет кого-то покрупнее. Вот, чтобы ее реально было ощущение, что она вот как в коконе ее ограждают. Вот, поэтому я начал набирать вес. И брать ширину. Рядом с Пашей, хоть у меня никогда не было комплексов в отношении своего роста, никогда. Они появились? Нет. Рядом с Пашей я почувствовала себя раскрепощенной и привлекательной. Вот я почувствовала себя вот какой-то вот желанной. С возрастом уже, то есть пропадают эти все комплексы какие-то. Начинаешь понимать, что, а на какой ты сдался этим людям? Максимум, на что мы можем рассчитывать в нашей разнице? Это лишнее внимание, может быть, какие-нибудь там хи-хи-ха-ха там на фоне, там, больше обсуждают нас на каких-нибудь кухнях. Наша разница в росте, и это больше, я не знаю, при преодолении каких-то барьеров в голове. Я их преодолевал, потому что это больше моя была проблема, вот, этих всех стереотипов. У Саши таких проблем не было. Но мы намного более в выгодном положении, что ли, находимся теми людьми, чьи отношения другими людьми воспринимаются с агрессией, непринятием, там, или еще чем-то. Вот у них там по-настоящему проблемы, ломаются судьбы. Они начинают встречаться не с теми людьми, которых они любят, потому что общество их не принимает. Мне абсолютно все равно, какого роста Саша. Когда мы садимся, мы становимся одного роста, когда ложимся, то тем более. Поэтому, да, абсолютно никакой разницы, только плюсы. Да, я тоже думаю, что вот быть счастливым нужно, как бы, исключительно исходя из внутренних отношений, а не ориентируясь на некий внешний стереотип, потому что идеальная супружеская пара должна соответствовать там внешним параметрам, там, параметрам экономическим, параметрам социальным. Мы счастливы? Ты счастлив со мной рядом? Да, дорогая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!